Поэтому сейчас я вам покажу из запоминания самые простые техники, и вы увидите, что вы можете запоминать намного быстрее, чем вы думали об этом. А эту технику можно расширить на любые абсолютно задачи. Смысл будет следующий. Мы с вами возьмем только один принцип, а все остальные специально уберем. Я бы слушал внимательно на вашем месте, потому что эти принципы, которые мы уберем, являются основополагающими для запоминания. Просто мы специально, чтобы выделить ценность одного принципа, уберем все остальные. Мы будем использовать визуальную память или мнемотехнику. Это не новое, это не мое изобретение. Этому изобретению столько лет, сколько всему обучению, потому что раньше не было книг. До 16 века люди всю информацию запоминали наизусть. Людей, знающих Библию наизусть, на протяжении 10 веков было больше, чем Библией было в принципе физически. Существовало в мире. С Кораном та же история. В 15-16 веке, собственно, у нас плюс-минус просвещение, Джон и Локи и другие полезные товарищи, которые сказали, не будем больше запоминать, будем понимать, надо все делать для развития, надо понимать, и давайте понимать. А запоминание специально уберем, потому что если ты все запомнил, то как бы непонятно, понял ты не понял. Давайте мы уберем запоминание, будем, собственно, все понимать. Ну и вот на этом и сломались. Потому что врач здорово, если он все понимает, я тоже все понимаю в медицине, но если я ничего не знаю, пользы от этого ноль. Поэтому мы с вами будем пользоваться визуальным мышлением. Сейчас расскажу, как мы будем запоминать. Начнем мы с самого простого, будем запоминать просто пары несвязанных между собой логических слов. Потом мы расширим эту технику, я расскажу, как она работает на всем остальном. При этом правильные принципы запоминания мы игнорируем. Первое. 7 плюс минус 2. Это объем нашего внимания и памяти. Вы связанных единиц информации больше чем 10 единиц практически не помните, потому что это крайне сложно вызубрить. Иностранный слов хоть 1000, хоть 10 тысяч, потому что они парами. Но цепочки вы не помните. Кроме алфавит, это 6 или 7 блоков по 5 букв, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 12 месяцев, как-то выучили, я до сих пор не знаю как. Некоторые знают зодиаков, я не знаю. И 10 цифр. Больше у обычного человека без специальных знаний никаких блоков по 10 или более информации нет. Все меньше. Второе повторение. Знаете, что разница между одним и двумя повторениями, особенно подряд, колоссальная. Но между двумя и тремя повторениями она еще выше. Наш мозг имеет отсечку, чтобы не запоминать все подряд. Вышел дождь, все, в мире дождь. Вышел солнце, в мире солнце. Должна быть система. Как говорят, один раз не правило, два раза тоже не правило, три раза уже, как говорится, делаем выводы. При дрессировке используется это три раза. Любой грамотный тренер говорит он три повторения и свободен подряд. Поэтому мы и нарушим и этот принцип. Мы будем брать больше 10 единиц, мы будем брать меньше трех повторений. Единственное, что мы будем использовать, это визуальную память плюс активное воспроизведение. Чуть-чуть, кстати, на этом же покажу вам, как работают остальные принципы. Попрошу сейчас вас зайти в раздел материалы. И там должно быть файл, который называется пары слов. Не то, чтобы он был хорош, он просто есть. Там 150 пар слов. И нам они крайне сильно понадобятся. Особенно, если я найду секундомер. А вы пока открываете его, не смотрите. Замечательно, секундомер у нас будет. Задача следующая. Несмотря туда, потому что иначе включится привычка, вы будете повторять, перечитывать. Я вам буду называть два слова. Например, давайте кошелек и дельфин. Вы представляете, что один предмет связан с другим. Например, кошелек, и в него пришит прямо дельфин. Они одинакового размера, дельфин страдает. Или дельфин расплачивается кошельком из кошелька. Либо кошелек открываешь, там дельфин. Лежит, в общем, картинку визуальную. Если вы все правильно делаете и активно ее представляете, а нам важна именно интенсивность этого представления, зрачки пойдут вверх. Можете специально это делать вверх. Представляю картину, когда мечтаешь. Так вот, я буду называть эти пары слов. Ваша задача за то время, которое дается, просто представлять себе картину этих двух слов. Я вам назову слов 15, а может и 20. Пар. Засечем время. И вы во время этого, собственно, ничего не записываете, ничего не повторяете. Просто представляете сами картины. Первый я озвучу, дальше сами, собственно, порядок слов можно менять, он не принципиален. Поехали. Пень, дрель. Озвучу свою картинку. У меня пень, в него дрель. Собственно, сверлят, вокруг ходят эти насекомые всякие, муравьи с плакатами. Нет дрели, нет пня и так далее. Наш пень, руки прочь от пня и так далее. Кукушка, автобус. Я себе говорю, кукушку из часов, автобус приезжает на остановку, выходит кукушка, ку-ку-ку-ку, и автобус уезжает. Ярко представляю картинку. Дальше уже не комментирую. Ветка, двор. Гранат, соль. Гранат – это фрукт, соль – это соль. Клык, замок. Тут не могу не прокомментировать, там у меня замок огромный, такой клык торчит с кариесом, и там его, знаете, в латах кариес, там, зубной камень сбивают. Змея – барабан. Догадайтесь, кем бьют барабан. Червяк – лапша. Мне очень приятно остаться, особенно если вы едите лапшу часто. Гора – комната. Захожу я в свою комнату, посреди гора, со снегом, эти маленькие лыжники. Вообще ужас. Петух – карта. Я представляю, как Наполеон в виде петуха, и он завоевание России планирует на карте. Голова – поганка. Голова – по улицам ходят люди, у них поганки растут из головы, вместо зонтиков. Первые десять – хорошо, давайте еще десятку. Мы же за раз-то не можем так запнать. Лось – струна. Натянул между рогов струну, играет вместе с чукчами. Диван – вулкан. Диван, там, вулкан, тапочки уже, лава в тапочках. Ошейник – бита. У меня такая выгуливаемая бита с ошейником, которая на людей бросается. Гнездо – ведро. В гнезде ведро. Ну и, наконец, одуванчик – кружка. В кружке плавает одуванчик. Горячий. Ну что, 15 пар у нас есть. Много это или мало, сейчас подумаем. Запоминали мы 2 минуты 20 секунд. С учетом того, что я много еще чего рассказывал, вы можете сделать быстрее, чего я вам и рекомендую. Давайте сейчас попробуем, запомнилось или нет. Мы ни разу не повторили, и сейчас мы будем делать первое активное воспроизведение. И если вы засечете по времени, вы увидите, что первое воспроизведение будет дольше, второе быстрее, третье еще быстрее. Чем больше таких воспроизведений подряд, тем надольше вы запомните эти слова. Но тут за счет самой технологии время будет намного работать на нас. Поехали. Пень. Дрель. Ваша задача представить картинку, проговорить. Загибайте пальцы, сколько процентов, то есть сколько пар, вы не успели сказать, пока успел сказать я. Или ошиблись. То есть и в конце скажете, сколько ошибок. Напишите, 0 ошибок, если ни разу не ошиблись, 5 ошибок, если 5, 2, если 2. Кукушка, автобус, гранат, соль, ветка, двор, змея, барабан, замок, клык, гора, комната, червяк, лапша, поганка, голова, петух, карта, лось, струна, диван, вулкан, бита, ошейник, гнездо, ведро и кружка, одуванчик. Попрошу вас сейчас написать в чат 0 ошибок, если ни разу, 1 ошибка, если 1 палец загнут, собственно 3, если 3 пальца загнуты, ну 4 прискорбно, но тоже пишите. Жду результатов, попрошу помощника посчитать среднее значение, среднюю температуру по больнице и написать мне. А я пока, собственно, я надеюсь, вы уже написали, я спрошу еще раз. Сейчас я буду намного быстрее произносить, а вы посмотрите, успеваете вы или нет. Клык, замок, карта, петух, голова, поганка, кукушка, автобус, пень, дрель, струна, лось, бита. Ошейник, кружка, одуванчик. Скорость была раза в 2-3 быстрее, но за счет второго повторения вы должны были увидеть эту разницу, если вы правильно запомнили. А если вы еще слушали меня внимательно и помните про волшебный инструмент, называемый воронка, то когда вы обнаружили, что какое-то слово вы не вспомнили, вы, надеюсь, его заново запомнили этим способом. Скорее всего, по моим подозрениям, у вас 2 ошибки. Ну, так оно и есть. Почему? 15 слов подряд, скорее всего, вы не просто не запомнили, а у вас внимание ушло. Никогда в жизни вы не запоминали подряд столько единиц информации с одного восприятия. Проверим к концу вебинара, останется ли хоть одно слово, с учетом того, что мы 3 раза не повторили, а это самое грубое нарушение. Любой педагог, в любой системе 3 раза повторить. Даже поговорки есть. Бог любит троицу, и тебе что, 3 раза повторять надо? Обязательно. Мозг не улавливает системы без 3 повторений. Всегда. Даже система написания сочинения. Какая? Введение, основная часть заключения, где основная мысль будет повторена 3 раза. Минимум. Ну да ладно. Вы скажете, зачем мне обычное слово и другое обычное слово? Смысл 0. Абсолютно с вами согласен. Это в качестве демонстрации. А представьте себе, если бы по-южнокантонски, например, или западноуругвайски, слово барабан было бы змея, а слово голова было бы пуганка. Ну это скорее по-украински. А теперь представьте, что мы с вами, это значение слова, мы привяжем звучание слова к картинке. То есть звук не является картинкой, мы методом ассоциации привяжем его к звучанию. И у нас получится связь между значением слова и звучанием слова. Дог, собака, кат, кошка и так далее. И мы сможем много иностранных слов запомнить. Ну наблюдение умозрительное на самом деле. Ну давайте попробуем. Я специально засеку буквально несколько минут, и мы с вами запомним пару десятков корейских слов. Делаем это быстро. Причем алгоритм следующий. Вы не смотрите в листочек, чтобы не отвлекаться, только на слух. Если не поняли, что я сказал, посмотрели в листочек только в этом случае. Вначале будем формировать на значение слова картинку. Говорю слово дом, вы представляете себе дом, первый попавшийся. Сказал камера, представляете себе камеру. Не важно, видеокамеру, камеру с решетками. Слово иностранное, не обязательно английское, просто иностранное. Мы представить картинкой, если можем, представляем. Если не можем, по звучанию отсекаем хвостовые звуки. И по началу слова ассоциация, то есть первое, что пришло в голову на это звучание. У каждого оно будет свое. Сейчас будем запоминать на моих ассоциациях. Это намного менее эффективно, но для демонстрации, поскольку вы пока это сами делать не умеете, будет крайне полезно. Ну и третье, мы делаем то же самое, что только что с вами делали. Соединяем две картинки. Картинку 1 значение, картинку 2, что мы привязали к звучанию. И, собственно, оба эти картинки. Новая, только вот эта часть. Предлагаю с вами очень быстро двигаться. Предупредаю сразу, сейчас ошибок будет больше, просто потому что задачи две, обе новые. Конечно, первую вы на 15 парах натренировали. Я верю, как в школе, тригонометрию, что до сих пор решаете хорошо и не задумываясь. Но времени у нас не так много. И если вы запомните хотя бы половину, а я думаю, что пара на 80 вы запомните, вам будет это показательно. Мы посчитаем по времени. Поехали. Дом. Представили дом, картинку, глазки вверх. По-корейски будет джип. Конечно, чуть по-другому, но звучит как джип. Похоже на русское слово джип. Потрясающе похоже. Представляем себе дом, в который въезжает джип. Такой черный, тонированный. Там разборки происходят, такие дома джипные. И теперь, видя картинку общую, мы три раза проговорим звучание иностранного слова. Джип, джип, джип. Комната. Следующее слово. Представляете свою комнату. Там, помните, гора. Убрали. Комната. По-корейски будет бан. Бан. Похоже на слово банк или на слово баня. Представляете свою комнату. Заходят там корейцы голые, с вениками бегают. Потому что бан. 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 Машина. Автомобиль. Представляю себе. Хороший автомобиль. По-корейски будет ча. Ча. Кстати, как и слово чай, будет тоже ча. Поэтому, представьте себе огромную кружку. Я себе представляю такую с кипятком. И машину на цепочке заваривают. Если бензиновая машина, получается зеленый чай. Такой с зелеными разводами. Если машина дизельная, получается более черный чай. Такой заварили, отложили, пьем. Ча. 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 Машине надо где-то ездить. Поэтому нужна дорога. Дорога. У меня такой серпантин представляется. По-корейски будет киль. Киль. Похоже на слово килька. Или киллер. Если представим машину, и едешь там, килька в томате. Такие сложные погодные условия. И килька бросается прямо на автомобиль. Еле-еле дворники убирают эту кильку с лобового стекла. Киль. 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 Деньги. Конкретно представить деньги, я представляю стопка бумажек. Не монеты, а именно бумажки. Хотите монеты, можно монеты. По-корейски будет тон. Очень аккуратно, потому что слово тонн это деньги. Слово тонн это какашки. Поэтому, когда будете рассказывать знакомым корейцам, очень хорошо вы говорите тонн. Тонн это деньги. Что они тоннут не очень приятно. Я себе представляю, что они тонированные. Или тонна таких тонированных денег. И у них там фотографии президентов, например, не городов, а американские, в очках черных, такие тонированные, как из джипа. Тон, тон, тон. Или пускай тонут, но так лучше не представить. Любовь. Абстрактное слово, представьте, в виде процесса. Ярко. Хорошо. По-корейски будет саран. Похоже на слово сарай. Саранча. Представьте, что любовь происходит в сарае, вокруг пытается саранча проникнуть. Все это ярко. Представьте, саран, саран, саран. Ну и наконец песня. Тоже процесс. Представьте, что поют какой-нибудь караоке. Будет норе. Норе похоже на слово нора. В норе, в караоке, вы ходите, вокруг дома думаете, кто поет, а там в норе кто-то поет. И не достать рукой. А поет противно. Норе, норе, норе. Мы с вами сделали, это даже не загрузка, это просто восприятие. Теперь идем в воспроизведение. Спрашиваю у вас слово с русского, вы мне говорите иностранное. Если оно не вспоминается сразу, еще раз переделайте картинку, удобную вам. Это будет хорошим повторением. Поехали. Дом. Картинка, все, джип ехал. Джип. Комната. Бан. Машина. Ча. Дорога. Киль. Деньги. Тон. Любовь. Саран. Песня. Норе. Поскольку вы никогда не тренировали аудиальную память подряд с одного повторения. Запоминайте, скорее всего у вас были проблемы там ба-банк, бан, норе-но-ра и так далее. Это условно убирается. Буквально парочке повторений. 200-300 слов сделаете, сможете за раз сделать по 200-300 легко. Давайте еще раз повторим. Машина. Ча. Деньги. Тон. Песня. Норе. Дом. Джип. Комната. Бан. И кто у нас еще? Дорога. Киль. Ну что ж, целых 7 слов. А, ну, неизвестно, с корейского-то воспроизведется или нет. Давайте попробуем. Киль. Дорога. Саран. Любовь. Норе. Песня. Джип. Дом. Киль. Дорога. Ча. Машина. На самом деле эти слова подобраны специальным образом для того, чтобы понять, правильно вы делаете или нет. Если вы плохо представляете джип, машину и так далее, они у вас будут путаться. Если вы плохо представляете себе предметы типа «любовь», «деньги», «песня», то есть конкретная картинка, у вас будут выпадать эти слова. Если у вас все получилось правильно, напишите сейчас количество ошибок, которые у вас было. Все супер. Повторили вы меньше трех раз. И сейчас я все равно попрошу вас сделать еще второй блок слов вместе с вами очень быстро, ярко и интересно. Ждем количество ошибок. Покажешь мне пальцами. Медведь. Представили медведя. Ком. По-корейски. Ком похоже на слово ком. Он катает ком из снега. Делает снежную бабу. Снежного медведя. Или он коммунист. Первого мая вышел на трибуну. Красный галстук. Медведь ком. Не важно, что он в Единой России. Он переметнулся к коммунистам. Ком. 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 Собака. Представляете, песика. По-корейски будет кея. Кея похоже на слово кепка. Кеды. Или на слово кекс. Поэтому можно представить себе собаку такую на поводке. Она в виде кекса. То есть в кексе такая запеченная собака. Лавит еще. Такая кея. Или она в кепке. И в кексе. Либо. Если вы знаете испанский, то кея это будет что? Я себе представляю, что корейцы приходят к будке собаки, стучат туда, говорят, выходи, шавка, будем тебя есть. Она говорит, кея. Типа что? Корова. Корова будет со. Корова. Со похоже на слово сок. Давайте корова, которая дает сок или которая пьет сок из трубочки. Выпила сок там, какой-нибудь яблочный, дала молоко. Корове фреш. Со. 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 Свинья. Потрясающее слово. Надо брать. И сложное слово будет по-корейски тведжи. Представить себе легче, чем представить тведжи. Тведжи похоже на слово две джи. У них т и д это одна буква. Две джи на что же похоже? Либо это эсэс такое, эсэс, тут джи-джи, такая свинка-нацист. Но опыт показывает, что не у всех такая ассоциация, поэтому две джи похоже на три джи, это интернет. Три джи это более-менее хороший интернет, четыре джи вообще мечта интернета. Две джи, он же тведжи, это свинский интернет. Поэтому представьте свинью, которая выходит в свиноконтакт и ругается матерью на слово тведжи, 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 тведжи. Интернет такой плохой. Тведжи это свинья. Лошадь, представляете, коня такого на стоянке. Конь будет или лошадь будет маль. Маль похоже на слово либо мальчик, там можно представить. Например, фонтан, писающий конь, писающий маль. Либо маль, я представляю, маленький. Я тебе представляю, что выходишь на стоянку, там стоят огромные ослы, всякие верблюды и маленький такой конь стоит по колено, маль. Спрашиваю, а что такое? Он говорит, маль. Как вызывали такси, так и приехала. Вызывали маль. Вот вам маль. Надо было другого вызывать. Маль, маль, маль. Лиса. Лиса. Я сразу с колобком на поводке представляю. Лиса будет йоу. Йоу. Такая лиса черная. В джинсах таких рваных. В бандане. Лиса рэпер. Такая 50 йоу. Лиса. Или какие там у нас еще рэперы. Снуп Йоу. И представляем себе. Йоу, йоу, йоу. Муха. Поменьше пойдем. Муха по-корейски будет пари. Пари. Можно представить огромную муху в парике. Кто смотрит фильм «Муха», будет легче. Либо что эта муха в парике залезла в Париже на Эфелеву башню. Потому что пари, Париж. В огромном парике дают никто не узнает. Сама размером с Кинг-Конга. Такая пари, пари, пари. Ну и, наконец, паук. Паук – важное слово. Паук будет коми. Вариантов несколько. Паук-комик. Паук-комевый ежор. В каждой лапе по какой-нибудь косметика и что-то еще. Либо паук в коме. Потому что либо много ходил по квартирам и предлагал не того, либо плохо пошутил, как комик. Поэтому паук в коме будет коми, коми, коми. Ну и, наконец, давайте-ка повторим все вместе взятое. Медведь-ком. Собака-ке. Медведь-ком. Лошадь-ком. Маль-паук. Коми-муха. Пари-лошадь. Маль-корова. Со-собака. Ке-лиса. Йоу и корова-со. В обратную сторону. А вы считаете ошибки. Тведжи. Свинья-маль. Лошадь-коми. Паук-пари. Муха-ке. Собака. Со. Корова. И ком. Это медведь. Прошло 9,5 минут. Кто затекал по времени, то есть меньше 10, а мы выучили 15 слов. Скажу вам честно, мы не прошли до конца этап загрузки. По-хорошему повторить еще несколько раз, но я хочу вам специально показать, что мы взяли много слов, повторили недостаточное количество раз, и то за счет именно визуализации активного воспроизведения, вы их будете помнить несколько недель, а то и месяцев, если хотя бы 1-2 раза, повторите. Пускай это будет даже не по нашему алгоритму, а если вы доведете их до высокой скорости воспроизведения, эффект будет колоссальный. То есть сейчас они могут еще забываться достаточно быстро. 15 слов за менее чем 10 минут. То есть умножаем на 6, получаем сколько? 15.